Ням-ням-ням-ням Закончились провалом, конечно же Ну, впрочем, как она и хотела Да Теперь она будет здесь немножко реже, потому что теперь ее ждут отчаянные поиски работы Но будем уверены, что она ее все-таки найдет, раз она этого хотела Да Также мы хотим объяснить, почему в последующих сериях будет так много песен А все потому, что Ютуб принимает наши видео за детские и отключает комментарии Крайне неприятная ситуация Но сразу говорю, этот канал для детей не предназначен вот ни разу, никаким вот образом Ну, может, только очень и очень отчасти А когда в видео мало слов, но много музыки Комментарии к нему остаются открытыми Поэтому у нас будет чуть больше песен Да, но сюжет не пострадает, так что не боитесь Ну, а теперь начнем обзор Да, начнем обзор Я как раз успела убрать то, что я делала Так, Мурзик и Мандаринка уходят из кадра А в кадре появляется очень необычный зверь Настроим камеру И это антилопа Оронго Иначе говоря, антилопа Чиру от фирмы Коллекта Антилопа Чиру живет в Тибете Да, вот мы можем видеть, что это антилопа Чиру 2015 года фигурка Такие антилопы живут в Тибете В Тибете где-то, в общем В общем, короче говоря, есть такая антилопа И она относится к разряду таких антилоп, как сайгаки И некоторые прочие переходные от антилопы к козе ближе Ну, в общем, что-то между антилопой и козой Сайгаки и антилопы Чиру В общем, это редкое краснокнижное животное А прошу заметить, что фирма Коллекта Часто специализируется на таких краснокнижных животных В силу того, что... Ну, в силу того, что это как бы привлекает внимание к их защите Именно за это я и люблю фирму Коллекта Раньше это было моей самой любимой фирмой Даже не знаю, как сейчас Наверное, я просто давно не покупала их фигурки Но от них всегда веет чем-то таким приятным Ностальгически приятным, быть может даже Потому что... Потому что все началось, наверное, с Коллекты Итак, мы можем обратить внимание на фигурку Да, тут все анатомически правильно Сразу видно, что это самец У Коллекта очень много самцов и очень мало самок Вот бы она это исправила Было бы прекрасно Но чаще всего это потому, что самец в природе чаще ярче, чем самка Если это, конечно, не какие-то исключения Да, бывают исключения А бывает, когда самец и самка вообще никак не отличаются Кроме как половая принадлежность Ну, понятно, в каком месте Но у антилопы Чиру это вроде бы не так Самки вроде как без рогов Поэтому тут мы видим красивого самца с длиннющими рогами Кстати, все пропорции тоже соблюдены Поэтому не удивляйтесь тому, что рога такие длиннющие Эти длиннющие рога как антенны прямо Вот мы можем заметить, как они детализированы и сделаны Это похоже реально на антенки Давай, фокусируйся, камера Какого черта не фокусируешься? Настолько мелко, видимо Ну, в общем, мы видим, что это похоже на антенки И суть просто в этом В том, что они сделаны ребристыми Как если бы это было реально в живой природе Ой, ну наконец-то Вот Можем рассмотреть эти ребра На рогах Рассмотрим также морду Очень забавная, кстати, мордочка Такие широченные ноздри им нужны, чтобы фильтровать воздух Ведь в Тибете там такие пыльные места бывают Поэтому у сайгаков тоже нос специально для этого Он у них еще и для нагревания воздуха изнутри А тут, наверное, еще и фильтрация Такие вот дела Глаза покрашены глянцевой краской Что придает им дополнительную живость Они обведены И мне очень нравится, что у животных Природные краски выглядят как макияж Люди заморачиваются И делают себе всякие макияжи А тут все сразу Сама природа сделала А крас Этой антилопы Чиру Тоже как раз-таки Проработан до мелочей Он действительно у нее такой необычный У него, точнее Ну, понятно, почему у него И покрашен он тоже очень хорошо Немножко гардиента Где надо четко Где надо гардиент Стрелки на копытах делать не стали Но зато сами копыта Достаточно Достаточно реально Сделаны Я заметила, что коллекта Особо не заморачивается С копытами Козлов То есть Вот тут вот должны быть Такие стрелки тоже А их тут нет Поэтому Поэтому если вам нужна Прямо четкость Это уже Обращайтесь к шляху Вот они любят четкость Ну, наверное, любят Чем новее, тем хуже А тут А тут все проработано До мелочей Даже фактура шерсти Да, даже фактура шерсти На ощупь она Ребристая И Лучше беречь такие поверхности Животных вот с такой шерстью От песка, например Или от попадания Какой-то грязи В сумке Вот именно поэтому я говорила Что их нужно заворачивать Чтобы В сумке никак не повредились Потому что Иначе говоря Тут могут застрять Всякие песчинки И выковырить их Из такой вот Из такой вот шерсти Будет крайне проблематично Материал у него Это полутвердый пластик Но за счет того Что ноги очень тонкие Они легко гнутся Поэтому я предпочитаю Очень аккуратно носить Такие фигурки куда-либо И этот антилоп Еще ни разу Нигде не бывал Ну вот Не довелось ему Нигде и побывать Но я думаю Что у него еще все впереди Кстати, рога тоже Очень гибкие И если вы заказываете Фигурку Например, с Вайлберис То вам может прийти антилопа С погнутыми рогами В таком случае Ее нужно выпрямить Их нужно выпрямить При помощи кипятка И все будет, наверное, хорошо Такие вот дела Вот такая вот у нас Антилопа Чиру В последнее время Обзоров будет немного меньше В силу того, что Во-первых, у меня Постепенно заканчиваются Фигурки на обзор Поэтому, скорее всего Серий будет чуть больше Пока не будет новых фигурок Ну, а во-вторых А во-вторых Теперь у меня будут Все Свободные минуты Скорее всего Уходить На поиск работы Ну да Я же провалила Табуретка с утру Табуретка Каму Но это еще не все Быть может Мы сейчас закончили С антилопой Быть может Закончилась Извечная пытка С табуреткой Но Из неудачных рисунков Табуретки Я сделала крылья Да, я сделала Бумажные крылья Мне кажется Весьма удачно Удачное применение Старой бумаги На которой была Нарисована табуретка Вот такие вот дела Так что Теперь я думаю Жизнь немного наладится Но я хочу в это верить По крайней мере А вот зачем мне крылья Быть может Вы узнаете Однажды А пока Ну а пока Просто видите это Поздновато я вспомнила Про фон Ну да ладно На фоне чего-то Эта антилопа Все-таки должна стоять Вот так Маленькая антилопа В большом городе Что ж А сегодня с вами были Ржавая гончая Кот Мурзик И кошка Мандаринка А еще антилопа До новых встреч Ждите продолжения сериала Новых обзоров Новых новостей И новую песню В новой серии Ну не новую Просто я решила Что она подходит Этому сюжету До новых встреч Да вот так Все эпично Субтитры создавал DimaTorzok